Вопрос создания инфраструктуры, соединяющей Азербайджан, Армению и других наших соседей, нашел отражение в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны. Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях. Мы ввели в эксплуатацию первый международный аэропорт. Уже функционирует взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта. В скором времени состоится его открытие. Мы построили электростанции и проложили линии электропередач. Строим автомобильные дороги, тоннели, мосты и железные дороги. Вся работа проводится, и мы делаем это не только для обеспечения сообщения с соседями и внутреннего пользования. Эти усилия направлены также на реализацию Зангизурского коридора, который соединит Азербайджан с его Нахчеванской автономной республикой. Первым вопросом, которого президент Ильхам Алиев коснулся во время интервью газете «Ильсоры в Энтекватру Оре» 2 сентября, стала трехсторонняя брюсельская встреча, прошедшая 31 августа. Одно из главных направлений, подписанных после войны соглашений, это открытие коммуникации в регионе. Это одно из ожиданий официального Баку от противоположной стороны. Подчеркнув активную деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях, президент Ильхам Алиев затронул и вопросы взаимодействия нашей страны с Европой в области энергетики. Что касается диверсификации, то, конечно, независимо от диверсификации нашего экспорта, не нефтяной и не газовый экспорт не будет соответствовать экспорту нефти и газа, так как экспорт нефти и газа растет. К примеру, в минувшем году мы экспортировали в Италию природный газ на сумму 9,6 миллиарда, а за 7 месяцев нынешнего года 11 миллиардов долларов. Цены на газ упали, так что диверсификация не является статистикой, которая находит отражение в нашем валовом внутреннем продукте. Она означает обеспечение рабочих мест и создание хороших условий жизни для нашего народа. К примеру, что можно увидеть, если обратить внимание на наш валовой внутренний продукт за 6 месяцев нынешнего года? Валовой внутренний продукт увеличился на 6,2%. В неэнергетическом секторе можно сказать на 10%, а в неэнергетической промышленности более чем на 11%. Неэнергетический экспорт вырос на 25%. То есть это свидетельствует о том, что рост налицо, но этого недостаточно. Поэтому мы нуждаемся в еще больших реформах, еще большем инвестировании неэнергетического сектора, а для этого, конечно, в бизнес-среде. Подвижки в этом деле, конечно, есть. Но нам многое еще предстоит сделать для преодоления всех этих бюрократических препонов и устранения психологического наследия советского времени. Один из адресованных президенту Ильхам Алиева вопросов был о том, не вызывает ли растущее в последнее время сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере беспокойство в странах региона. Журналист, восхитившийся сохранением баланса Азербайджаном, соседствующим с крупными государствами, спросил, не сталкивается ли официальный Баку с каким-либо давлением на фоне расширения энергетического сотрудничества. Ответ главы государства был конкретным. Нет, абсолютно нет. Это объясняется тем, что наши отношения в регионе очень хорошо сбалансированы и имеют свою динамику. У нас особая и различная двухсторонняя повестка дня сотрудничества с каждой из соседних стран. Мы справедливо и искренне общаемся со всеми соседями и никогда не нарушаем данного слова. Если говорим о чем-то, то соседи уверены, что мы сделаем это. Наши слова не расходятся с делом. Поэтому в столь сложной ситуации мы не получали ни от России, ни от Ирана никаких месседжей, связанных с нашей позицией. Наша позиция предельно проста. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства. И это фундаментальная позиция. Да, это исходило из нашей собственной проблемы, так как наша территориальная целостность была нарушена. Мы занимаем эту позицию и после восстановления территориальной целостности. Потому что территориальная целостность страны не может быть нарушена с применением силы. Это нарушение международного права. В популярной итальянской газете «Джорнале» опубликована аналитическая статья об итогах визита президента Азербайджана. Также информационное агентство «Асканьюз» подготовило статьи и видеорепортажи о проведенных президентом Ильхамом Алиевым в встречах. Эта информация была распространена многими СМИ, в том числе «Иль Соле 24 ore», «Мессaggerо», «Куотидиано», «Нотиция Тискали», «Аффари итальяне», «Доломити», «Вирджилио», «Тискали ТВ», «Темпо», «Нотиция Яхо», «Финанс Яхо», «Джорнале Ди Италия», «МСН», «Либера Куотидиано», «Тудей», «Нотиция» и другими масс-медиа. Обширные статьи, посвященные визиту, опубликовали также «Километро Дзеро», «Шинари Интернационали», «Сардинья Гол», «Джорнале Дипломатику», «Гадзета Дипломатика», «Глобус Мэгазин», «Адженция Нова». Уделено большое внимание высказываниям главы государства во время выступления на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности». В статьях, опубликованных на страницах таких информационных порталов, как «Эден Кронос», «Нотиция Яхо», «Раджионе», «Файнанс Яхо», «МСМ», «Иль Соли 24 Оре», «Финансе 24», «Ультиме Нотиция», «Фламине Эдин Торни». Приводятся слова президента Ильга Малиева о том, что Италия и Азербайджан наладили очень активный политический диалог, развивают связи в экономической, энергетической и образовательной сферах. Отмечается, что по введенному в эксплуатацию полтора года назад транс-адриотическому трубопроводу в Европу было транспортировано 13,5 млрд кубометров природного газа, 11,7 млрд кубометров из этого объема пришлось на долю Италии, а в текущем году на итальянский рынок планируется поставить 10 млрд кубометров газа. Все это дает основания говорить о том, что выступления президента Азербайджана в зарубежных СМИ вновь стали основной темой повестки. Находящиеся в разное время, особенно в период 44-дневной Отечественной войны в авангарде как в политической, военной сферах, так и в информационной плоскости, Верховный главнокомандующий и сегодня продолжает свою деятельность такими же темпами. Доведение до мировой общественности реалий Азербайджана, находящегося в надежных руках, также в центре особого внимания.